Вот такой вот въезд здесь, многоуровневая парковка, здесь вот автомойка на 17 или 18 постов, как он мне сказал, самая крупная в Москве. Вот подъезжайте к шлагбауму и охраннику говорите, что к Сергею автоковрики или проковрики, в общем, неважно, Ева коврики, что-нибудь, они все знают, понимают. Вот, соответственно, вот проехали, кстати, вот посмотрите, на машине, видите, я галки переделывал, машина для мамы покупалась, вот так светит, очень хорошо, кстати, хороший свет фар на Сузуки Соли от Митсубиши Делька Д2. Так, дальше едем мы на третий этаж, вот так вот поднимаемся в серединку, в серединке здесь заворачиваем, и на следующий этаж. Вот сюда, раз. Ну вот, подъезжаем на третий этаж, вот как понять, что это третий этаж, вот здесь вот цифра 3, вот на столбе. Вот, вот этот вот бокс кирпичный, это и есть то самое место, вот тут написано, вот это дверь. Так, припарковаться, я так понимаю, лучше вот здесь, потому что здесь вот въезд в бокс. Вот, если что-то по мелочи, вот допустим, он мне на истиму делал, то он прям здесь, на стоянке, вот здесь прям померил, мне два ковра быстро и сделал. Если что-то больше, то надо заезжать. Вот, мы припаркуемся вот здесь сейчас и пойдем. Так, вот я загнал машину, здесь вот эта дверь, вот так все это дело называется, про коврик, автомобильные коврики Ева. Есть ссылка в Авито, собственно говоря, по ней я звонил и приезжал, но первое, откуда я узнал об этом, это когда я снимал видеоотзыв о покупке машины Приус Альфа Красная. Вот там мне рассказали, очень понравилось, как было сделано и я решил себе тоже здесь сделать. Вот, собственно говоря, мастер Сергей, фломастер, мастер-фломастер, да. Вот, значит, почему я решил приехать сюда? Кстати, вот так все это дело вот в боксе выглядит. Делаем вот Сузуки с Олиом. Потому что, потому что машину Сергей сейчас замерит, прямо вот здесь на месте, и по ней сделает, соответственно, коврики, так, как я хочу. Если таких ковриков на вашу машину вообще не существует, вот вы приезжаете к Сергею, он спокойно все это замеряет и делает, как вам надо. Вот и все. На эту Сузуки есть ковры на Алиэкспрессе, на Валдберисе, ну, соответственно, вы покупаете то, что есть, и то, как там делают. А здесь вот я могу выбрать сам. Пойдемте посмотрим, как все делается. Ну, как тут все, просто сейчас раскладываем полиэтилен для снятия замеров. Адрес нахождения Витебска 11. Вот, как проезжать сюда, я вам показал. Вот, теперь давайте посмотрим, за работой мастера. Что есть, пленка. Вот такие вот иголочки. Все вот так промеряется. Коврики делаются с бортиками, без бортиков. Какие хотите, делайте коврики. Удобно, что сразу здесь на месте все меряется и все делается сразу при вас. Серега, а ты делаешь, допустим, человек тебе позвонит, скажет, там, есть на К5 ковры, а ты говоришь, да, есть. Ну, что касаемо автомобилей массовых, ну, так скажем, как К5, там, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Skoda Octavia. Это можно сделать все удаленно. И ты как-то их высылаешь или человеку надо приезжать? Ну, как бы, есть, у нас есть магазин на Озоне, да, то есть, как бы, зачастую мы, чтобы человеку не платить за доставку, мы просто скидываем ссылку на товар, да, то есть, как бы, он заказывает. Ну, если какие-то цвета не представлены, он просто делает заказ, скидывает нам его номер заказа и, говорит, мне там, черный с красным. Ну, и мы именно вот в этот заказ отправляем, как бы, то, что нужно. Так, конечно, можно и самостоятельно забрать. Вариаций много. Ну, значит, я тогда у тебя ссылку на Озон возьму, я даже не знал. Нет, да можно просто или по номеру телефон или еще. Позвонить тебе, да? Тоже номер телефона, ссылки вот эти все будут в описании. Ну, здесь же ведь еще самое главное, чтобы было удобно их доставать и мыть. А то сейчас можно тут и это. И вот эти крепления тоже, да, будут готовы? Да, конечно, конечно. Вот крепления сейчас покажу вот здесь вот. Видите, у меня тут отломалось. Да, на каждой машинке там свой вид креплений. Вот здесь конкретно вот такие. Значит, мы такие же и поставим. Такие есть. Ну, чтобы они защелкивались, ну, как оригинал, чтобы был. Не что-то колхозненькое. Ну, все будет. Да, в общем, если вы не знаете, как что делать, то вот Сергей знает, он вам подскажет, как лучше. Видите, вот так все это дело обрисовывается. А вот здесь вот слева идет фальш, это там тоже будет? Да, да. Я планирую, ну, я всегда вот сюда вот делаю, потому что это, ну, как бы обычный коврик-то, что резиновый, что ворсовый, он идет вот так вот. Вот, и постоянно вот это вот место, оно у всех пачкается. Вот, ну, как бы, я советую его закрывать всегда. Все понятно. А то вдруг кто-то... В общем, друзья, вот начали замерять, ну, где-то вот минут пять назад. То есть сейчас вот 11.52, пять минут назад, ну, грубо, 11.45. Вот сейчас посмотрим, сколько времени уйдет на машину, то есть вы можете потом прикинуть, как долго у вас это займет. Если машина та, которой нету уже в списке, такая эксклюзивная, вот праворульные, да, машины, их мало, я думаю, тут делают. Вот, соответственно, замерили один коврик, потом вот пленка кладется на стол, вырезается все это дело. И тут такая мастерская, большая. Вот там в углу, это выбор цветов кантиков вашего коврика. Здесь вот можно посмотреть разницу между, допустим, вот видите, как-то соты или ромбик, можете выбрать, что вам нравится. Вот здесь, смотрите, шильдики для ваших автомобилей. А это вот уже сколько тут лекал на различные авто намерили. Серег, сколько лет ты уже занимаешься этим делом? Уже почти 4 года. 4 года, каждый день? Ну да. Ну, поначалу год, конечно, он был такой неплодотворный, потому что я работал в офисе, а по вечерам, когда было, 1-2 заказа в день. День, 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 день. И потом постепенно, постепенно, все переросло вот в такой вот бизнес. Ну да, можно и так сказать. Авто из Японии, кому надо, обращайтесь, лайк, мини-бас, запоминайте, хотя вы и так на моем канале. Так, ну, соответственно, второй коврик, задний ряд, я так понимаю, никаких новшеств по измерениям ничего нету. Все то же самое будет. Ну, смысл такой же. Здесь есть, кто-то снимает, ну, как бы бумагой, кто-то так. Ну, здесь, как кружок очумелые ручки. Слушай, я вот, когда разговаривал с друзьями по поводу ковриков, говорю, вот сейчас поеду делать. Они у меня спросили, а как он замеры делать? Я говорю, ну, вот пленку кладет там туда-сюда. Он говорит, а я вот ездил там в какую-то крутую фирму, и они, значит, замеры делают с помощью лазера. Да, все верно. Ну, это 3D-ковры, как бы, ну, не 3D, а кто делает из эко-кожи, как бы, да, то есть, как бы, они замеряют это все сканером. Ну, это, сказать, ну, они есть тоже, как бы, есть эконом-сегмент, есть премиум. Вот, вот то, что снимают сканером, это уже, как бы, премиум-сегмент. Там, как бы, ну, комплекты, они, ну, не в 10 раз, а получается, раз в 7 дороже, чем его коврики, да, то есть, как бы, это... Они дороже из-за материала? Ну, как бы, там сама работа, да, то есть, как бы... Сам лазер, да, сам лазер, то есть, как бы, ну, материал там хороший, вопросов нету, как бы, да, то есть, как бы, вот, ну, как бы, как сказать... Ну, это как на перетяжку салона, да, то есть, как бы, есть кто перетягивает там это, ну, эконом-сегмент, есть подороже, вот, то же самое и с ковриками. А что ты себе лазер такой не купишь, или это дорого? Ну, это, как бы, ну, его для Эва редко используют, его, в основном, используют для эко-кожи. Вот, ну, и он, да, он стоит около 300 тысяч. Плюс, это получится то, что клиенту надо будет два раза приезжать, потому что нужно это все отсканировать, и потом, как бы, внести в компьютер, да, то есть, как бы, как-то это, ну, оцифровать, обработать. То есть, это получится, клиент приехал, мы сняли размеры, потом он уехал, и в следующий раз ему придется, как бы, еще раз приезжать, уже за готовым комплектом. А здесь, по сути, в среднее время от заезда до выезда где-то два часа. Это вот у тебя? Да. На любую машину? Ну, если она не сложная, то, ну, ну, да. Ну, это если седан, наверное, вот такой, да, там, да, 4-5 мест, да? А если минивэн? Минивэны я долго делаю, потому что я каждый раз их переснимаю, там, потому что ко мне минивэны приезжают, у всех же ведь разные потребности, там, кто-то хочет, там, ну, я не знаю, больше закрыть, кто-то не пользуется третьим рядом, говорит, мне вот нужно, ну, там, эти салазки закрыть, там, еще что-то. Ну, то есть, как бы, в основном, ко мне, кто приезжает на минивэнах, они уже со своими идеями, да, то есть, как бы, они знают, что это такое, они примерно догадываются, как это все делается, и говорят, вот, я хочу вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь у меня теща, здесь ребенок, тут собака, вот здесь вот она пачкает пятками, здесь у меня так, здесь сяк, как бы, да, то есть. Вот, вот, опять же, да, вот, индивидуальный подход, вот этот, что немаловажно. Ну, да, в основном, как бы, если так, ну, у кого там нет времени, кто просто хочет доставку, это можно, там, я не знаю, ну, там, на зоне или на том же Уайлборисе заказать, а так, как бы, ну, если изменение в конструкцию коврика, то лучше, конечно, приезжать. Так будет гораздо точнее. Итак, вот, Сергей вырезал коврики в полиэтилене, сейчас все это вот накладывает, соответственно, Ева Ковер, значит, выбрали цвет, серый цвет, и серый будет кант. Вот, почему такой цвет, потому что на этом цвете меньше всего видно следы от воды, когда вода высыхает. Да, самые немарки. Да, самые немарки. После дождя, особенно, вот, это кладется, кладутся ковры специально только на зиму. Летом ездят на ворсовых ковриках, а вот зимой я вот себе сделал в истиму, вот маме сейчас делаем. И поэтому такой серый цвет уж немарки. Хотя, в истиму я себе сделал черный, но если я сделал только два передних ковра, и ради эксперимента пробовал черный, машина вся внутри черной. Я думаю, ну ладно, положу. В Voxy были тоже серые ковры на весь салон. И скажу, да, не так уж видно вот эти следы от воды. Видите, как все обводится вот таким вот способом. Ну вот, приезжайте, можете сами за всем этим понаблюдать. И сделать сами. И сделать даже, может, скидка будет. Заплатьте только за материалы, вот, за аренду этого гаража. Серег, вопрос. Вот этот вот материал Ева, он вообще чем-то отличается? Есть ли они разных, как это, свойств, я не знаю. Да, есть. Одни плохие, другие хорошие. И, как сказать, ну, он есть, как бы, ну, у Ева материала есть плотность, да, то есть, как бы, он есть более плотный, есть менее плотный. Вот, то есть, как бы, вообще их в России, да, то есть, как бы, существуют мифы, да, или как там многие производители пишут, то, что вот, остерегайтесь подделок, не купите там китайские коврики, еще что-то. Это все мифы. Весь материал Ева, он производится в России, да, из них только сколько у нас? Три завода в Москве и в Московской области, то есть, как бы, его китайского не существует. Вот. Он есть разной плотности. Есть, как бы, да, то есть, как бы, разных оттенков, разных цветов. Какой из них лучше, ну, здесь ответа однозначного нету, потому что это все равно, что сравнивать, там, Mercedes, BMW и Audi, что лучше. Ну, как бы, вот, а кому что нравится, как бы, да, так, ну, то есть, как бы, у любого производителя, кто сейчас в России, в Москве, материал будет, как бы, хорошего качества. То есть, подделок каких-то не существует, это, то есть, это все мифы. Ну, и, соответственно, у них износа стойкость у всех примерно одинаково. Да, примерно одинаково. Ну, есть, конечно, вот, грубо говоря, вот те соты, которые продаются в Леруа, вот они изнашиваются очень быстро, и, кстати, жалко не осталось у меня, приезжал мужчина на переделку. Вот они продавливаются очень быстро, и они прям вот руками рвутся, то есть, как бы, если эти, ну, руками не порвать, да, то есть, как бы, ну, вообще никак, то вот тут у меня, правда, жена взяла и вот так вот его порвала. Ага, а они откуда берут этот теннинг тогда? Ну, блин, не знаю, может быть, как бы, какая-то другая плотность или еще что-то, может быть, ну, он для бытовых нужд, он, как бы, отлично подходит, да, то есть, как бы, у него дешевая цена, и, там, ну, положить его, ну, около двери, то ничего с ним не будет, как бы, а в машине-то у нас износ постоянный, то есть, как бы, вот и все, вот и весь секрет. Секрет, а так, как бы, он еще есть, вот тоже вот, нету, он еще есть, вот, у меня, у меня тут есть старый образец, есть два вида ромбика, да, то есть, как бы, вот, я сказал, я даже не знал про два вида ромбика. Да, то есть, как бы, он, ну, это вот большой, да, 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 это вот крупный ромбик, а вот посмотреть, что вот этот, этот, это мелкий ромбик, да, этот мелкий ромбик, как бы, вот, ну, это, как бы, тоже, визуально он отличается, как бы, есть еще, ну, вот, не осталось у меня, продолговатые соты такие, вот, как Валеруа, да нету их, я, по-моему, убирался все, все это, все выкинул. Просто тут еще очень важный параметр у эво материала в разрезе, не показать, да, то есть, как бы, здесь получается очень важный показатель, то есть, это, как бы, глубина нижней стенки, да, то есть, как бы, ну, что внутри ромбика, потому что здесь, если где-то, ну, 3-4 миллиметра, да, то есть, как бы, то бывает 1-2, и он прям на свет просвечивается, то есть, это, ну, либо брак на производстве, либо форма, либо, ну, еще что-то, да, то есть, как бы, вот такой, не очень хороший, понятно, так что, вот так, так. Вот, смотрите, специнструмент по вырезанию, видите, какой интересный. Здесь тоже это не специальный инструмент, потому что эво материал, 90% ребят, кто с ним работают, они делают очень просто, да, то есть, как бы, ну, стол раскроечный, я просто так привык, и он режется, вот. Вообще, да, легко, да, то есть, как бы. Все. Ну, все равно, слушай, вот эта машинка, мне кажется, ей быстрее и удобнее. Ну, да, она быстрее, она быстрее, я просто, как бы, я привык уже так работать, потому что, когда я начинал, у меня помещение было 20 квадратов, и у меня листы все лежали, вот так вот, друг на друга, как бы, да, я привык с машинкой работать, вот, как бы, да, и у нее, как бы, ровнее, получается, линии, да, то есть, как бы, вот и все. Ну, как по мне, потому что я бы, я пробовал, я ставил себе стол, да, то есть, как бы, ну, нифига, вот я привык вот так вот на коленях, и все, ну, мне кажется, это и быстрее. Ну, да. Значит, смотрите, что дальше, вот вырезали этим чудо-прибором, потом все дело вот на столе греется феном, ну, да, и чуть-чуть подформовывается, чтобы у нас все контуры повторились, и коврик лежал более-менее. Ну, когда он не обшитый, так сказать, я делаю такую черновую формовку, просто, чтобы, как бы, ну, приложить, ну, и понимать, правильные изгибы, неправильные. То есть, он сейчас пока что выглядит не очень. Уже потом, когда обошьется. А есть какая-то, как ты понимаешь, какой температурой надо греть? Мужчинские рекомендации? Ну, она, как бы, рекомендации нету. Обычно просто, ну, фены же ведь бывают разные мощности. Вот, и, как сказать, просто уже дело привычки, потому что материал, если его перегреть, да, то есть, как бы, то, ну, сжечь. То есть, если кто-то будет самостоятельно подформовывать, то ни в коем случае не надо, ну, и вот он все, я передержал, и вот он сгорел. Да, да, видно. Вот, то есть, как бы, да, и пошел дымок. Вот, то есть, как бы, кто захочется самостоятельно, я рекомендую делать это не строительным феном, а домашним. Вот, даже так. Ну, да, ну, то есть, как бы, чуть-чуть прогреть, как бы, да, потому что вдруг кто уже, ну, кто-то купил ковры, а где-то неправильно заформовали или доформовали, то можно самостоятельно подправить, да. Но здесь главное не сжечь материал. Вот, а так, ну, вот и все можно. Ну, тут мы понимаем то, что у нас все четко. Вот, друзья, посмотрите. А это какие ковры все, как, такое машина? Это Nakia K5. Вот, видите, как формуется все дело. Ну, это, как бы, это, как сказать, это что-то типа спецзаказа, потому что она в такси же, ведь они используются в основном. Вот, и там клиент попросил удлинить задние ковры, потому что он говорит, когда клиенты садятся, ну, назад, они под сиденье засовывают ноги, там все мокрое, как бы, да. Кстати, вот, смотрите, на Солио, вот этот ковер спереди. Видите, он такой идет, единый целый ковер. Нельзя и вытащить по отдельности, приходится и пассажира, и водителя выдергивать, что неудобно. Вот, с Ева, что-то из таких проблем не будет. А это ты сейчас что делаешь, так вот жмешь? Это, вот, грубо говоря, если на вонтом ковре, на оригинальном, лапка разрезная. А, этот типа 3D вот эту форму. Ну, да, 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 вот она, чтобы вот сюда вот ничего не падало, да, то есть, как бы, он на вот этом у нас будет все заформовано. Все понятно. Ну, вот, вот она. И все. Интересно наблюдать, и все так я впервые спрашиваю об этом, обо всем специально. В предыдущий раз его не расспрашивал, чтобы мне самому было интересно. Вот, и вы послушаете. Может, кто-то скажет, да, что там, сейчас сам сделаю, вообще не вопрос. У кого есть место, гараж, дача. Ну, на. Смотрите, Ева ковры, как вы слышали, в любой компании, только они в Леруа, и все. Листы, вон, смотрите, такие большущие. Сколько такой лист стоит? Он, а там стоимость зависит от объема закупки, да, то есть, как бы, если брать много, ну, это где-то, ну, вот я беру всегда, ну, где-то 400-450, вот так вот листов. Вот, потому что меньше брать нет смысла, там, ну, цена очень, как бы, большая. Ну, так для одного, вот я захотелся на машину, вот мне, наверное, листов хватит. Они есть листы другого производителя, они есть чуть поменьше, потому что, вот, грубо говоря, вот эти вот листы, которые у меня, мне хватает на полторы машины, да, то есть, как бы, человек, который хочет сделать только для себя, ему, по сути, он нафиг не нужен такой. Ну, он может, теоретически, куда-то остатки, да, то есть, как бы, там, домой, еще что-то сделать. Вот, а так, как бы... Ну, сколько такой лист будет стоить? Ну, до 2000 рублей их можно найти, где-то 1500, вот, вот так вот они будут стоить. Полторы тысячи рублей. И вот здесь, вот, если кто-то будет делать, когда-то сам ковры, вот, очень важно, где педаль газа, очень много случаев, когда, ну, то есть, как бы, если вдруг у нас, мы вот тут вот сейчас неаккуратно сделаем, невнимательно отнесемся, хоп, коврик вот сюда вот наедет, и все. Так бывало, да? Как бы, это очень много случаев на ютубе, да, то есть, как бы, потому что очень часто приезжают владельцы и говорят, что, о, я хочу вот это вот все закрыть, как бы, под педалью, да, то есть, как бы, но, как бы, да, вот здесь вот педаль работает так, то, что она идет прям вдоль пола, вот, а толщина материала сантиметр, то есть, как бы, если бы мы вот здесь бы сейчас бы закрыли бы, то у нас не работала бы педаль бы на полную. Да, да, да. Вот, то есть, как бы, это очень важный момент, точнее, один из главных, наверное, моментов, ну, вот по размерам, да, чтобы все было вот так вот четко, да, ну. Да, то есть, это надо учитывать. Да, да, это обязательно, потому что это может привести к катастрофе. Не от того, что будет некрасиво, а от того, что это просто-напросто катастрофа. Вот и все может случиться. Очень много роликов там, ну, и в ТикТоке даже в том же самом, как бы, да, и на Ютубе тоже много, много кто рассказывает про вот это вот дело. Так что это такой момент, который обязательно надо учитывать. И всегда, если вдруг кто-то заказал в интернете, обязательно проверить, не цепляет ли педаль, особенно на японских автомобилях. На японских имеется в виду праворуких? Не-не-не, ну, и на праворуких, и на таких, как, ну, там. Либо руки Camry. Да, Camry, Camry, Corolla. Ну, а Toyota практически все. Вот, Camry, Prado тоже самое. Land Cruiser 200 тоже, как бы. А что, много приходит с интернета, и там все плохо, да? Да, там просто, как бы, ну, на Toyota там такая педалька, получается, с сапожком. И она, как бы, ну, вроде бы она вот такая вот ровненькая. А там у нее такой вот каблучок, и она прям упирается в этот ковер, как бы. А с другими машинами такого нет. Ну, просто есть напольные педали, да? То есть, как бы, если мы возьмем, к примеру, там Octavia A5, да, там педаль из пола. На некоторых Kia педали из пола, да? То есть, как бы, там она идет, как бы, чуть-чуть по-другому. Вот, то есть, это один из самых важных моментов. Вот, друзья, сейчас, получается, Сергей будет делать эту перемычку, и чтобы сделать ее правильно, вот, он положил оба ковра, чтобы замерить расстояние от ковров, получается, высоту этой вот перемычки самой. В общем, перешли ко второму ряду, и видите, здесь Сергей, значит, вытащил ковер. Я так понял, ты хочешь его обмерить, да? Ну, да, я уже, ну, визуально посмотрел, где добавить, где убавить, как бы, просто. Чтобы двойную работу не делать. То есть, тут без пленки можно обойтись. Ну, в общем, вот, получается, вот, без пленки, но Сергей уже визуально посмотрел, где что добавить или убавить, где подрезать, отрезать. То есть, просто так обвести ковер и вырезать, такого не будет. Вот, вот, видите, уже, как бы, вот, там, видно, он ведет линию выше ковра. Значит, приняли решение сделать один целиковый ковер назад. Просто тут еще есть одно такое, как бы, как сказать, кто сомневается и кто не знает, как будет удобнее, есть такое золотое правило. Разрезать, не пришить, как бы, да, то есть, как бы, если со временем надоедает, ну, то, что оно целиковое, да, его можно в любой момент приехать, разрезать и заново перепрошить, и все, то есть, как бы, вот, то есть, ну, а такие случаи были, как бы, да. В общем, друзья, вот так вот вырезали, прикинули, вот так все дело получается здесь. Здесь вот такой бортик будет. И здесь вот момент, вот, сидушка ездила назад, и она вот здесь вот может зацепить. Будьте внимательны. Мы сделали, ничего не цепляет, да? Ну, да, сейчас мы подделаем, мы поняли, в чем проблема. Сейчас ничего цеплять не будет. Сидушка, она вот выезжает вот так. Да, тут полы. Это на Мерседесах такая же история, как бы. Следующий этап коврика, это вот, значит, сделать окантовку. Цвета окантовок. Вот тут, как бы, видно, сколько разных цветов. То есть, если просто, допустим, вот красный, да, целиковый красный, есть там синий с белой строчкой, и вообще всякие разные. Вот такая вот швейная машинка. Все, какая-то разница вот в этой ткани окантовки есть? Есть, да, там, ну, как бы, плотность ткани, как бы, разная. То есть, ну, как правило, все работают на хороших, потому что там разница, грубо говоря, 14 грамм плотности и 12, там она просто, ну, копеечная. Там нет смысла, как бы, брать дешевле на чем-то экономить. Вот, то есть, как бы, самая распространенная, это вот такая вот, 14 грамм на метр плотности. 14 грамм на метр. Ну, то есть, это обычная ременная стропа, то есть, как бы, она не порвется, ничего не будет. А вот это ты складываешь? Это липучка. Ну, я бы, ну, чтобы мы сейчас коврику пришьем, там, на тот бортик, ну, чтобы он не ездил у нас, потому что он, ведь, очень скользкий материал, там, без липучек не обойтись, чтобы все держалось, красиво лежало. Ну, я просто заготавливаю так. Ну, получается, ты, как бы, куда это все лепить, эти липучки, ты уже сам все знаешь. Конечно. Уже по опыту. Там просто мы, мы, мы его, когда прикладывали, там уже видно, где лучше уже ковер зафиксировать. Ну, чтобы он был и не ездил, потому что это частая история. Ну, давайте посмотрим, как это все дело происходит. Такая вот машинка. Аврора. Вот так все просто это делается. Да, то есть тут я никогда не шил, никакого швейного образования у меня нету просто. А вот подложил ты что там? Липучку. Ну, это чтобы сразу, да? Да, да, да. Ну, чтобы не приклеивать ничего не это, потому что это самый надежный способ. Оп, она прилипнет, и все, и коврик никуда у нас не уедет. Итак, вот, значит, обшили. Как все это дело выглядит. Ну, так аккуратно, там по-другому не может быть, там же все просто, как обычная стропа. Вот, сейчас вот Сергей нагревает, я так понимаю, что вот эти вот неровности пола. Ну да, да, да. Чтоб чуть-чуть помыть. Так, друзья, ну вот получилось, что на задний ряд у нас получается вот так все это дело лежит и выглядит неплохо. Вот так все это смотрится здесь. Вот этот моментик, который вот вам говорили. Здесь вот видите, прям впритык. Вот здесь вот все так отформовано. В общем, пришли к выводу, что вот такой целиковый ковер смотрится в целом неплохо. Вот, смотрится вот так. Мне нравится, как выглядит целиковый ковер. Такая уютная домашняя обстановка как бы здесь. Да, здесь вот липучки, липучки, липучки вот здесь. Все вот так вот прилипает. В принципе, я не думаю, что будет проблема его выдернуть и положить обратно. Так, на передние коврики сейчас шильдики Сузуки цепляем. Вот, соответственно, вот так все это отверточки протыкается. И вильдиком, да, прикручивается. Ну, все. Это оригинал как будто из Японии. Ага. Вот так это будет все по красоте. Маркет, видите, вот тряпочки стираются спокойно. Да, ну, он такой, он меловой. То есть, если я даже где-то пропустил, он сам со временем как бы отойдет. Это вообще. Это для портных специально такой маркет. Смотрите, сколько где, каких этих липучек. Да, то есть, как бы их, ну, у меня задумка какая. То есть, как бы я их изначально делаю побольше. Потом, если они надоедают, их можно просто обрезать, как бы, да, потому что... Обрезать легче, чем потом их пришить. Ну, да, 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 да. Они вроде бы пришиты. Если они надоедают, их обычно обрезают. Ну, потому что он сейчас еще со временем коврик обляжется. Так, все это. Здесь тоже, смотрите, на ковре сколько липучек. Да, то есть, как бы лучше, чтобы они были, чем... Сергей липучек не жалеет. Много-много липучек. Ну, они временем еще после моек, как бы, они чуть не так будут схватывать. То есть, как бы лучше, чтобы они были. Согласен. А там уже, как бы, обрезать их не проблема. Или, вон, от веток налепить, да и все. Так, еще на передние коврики у нас устанавливаются клипсы. Все, вот так. И она вот на вот эту штучку, на вот эту пимпочку. А клипсы, они бывают разные? Конечно, они так и есть разные. На Мерседесах одни, там, на Шкоде другие. На Тойотах такие. То есть, как бы, здесь у каждой машины свои, как бы, это клипсинки. Вот, получается, вот такой коврик вот так лежит. Вот эта клипса. Так все это дело сделано. Все, вот так аккуратненько, хорошо. Здесь, видите, никаких щелей, нигде ничего нет. Вот, а с той стороны клипса вот эта сломана. Не клипса, вот эта вот. Пимпочка сама. Пипка, да. И, в общем, решили, что не будем дырять. Ну, поскольку у нас липучек много, то смысл. И иногда просто просят, у кого не такие длинные пипки, там, на реношках, еще где-то, просят их вообще не ставить, потому что, ну, чтобы не протекало ничего через них, как бы. Ну, тоже, как бы, вот на Ладе Вести такая же история просят. Говорят, нам только клипсы не... Не самая важная деталь, которая есть в автомобиле. И так, вот, смотрите, что здесь получается. Вот так, видите, серединка кладется. Все вот так ровненько, все аккуратненько. Вот здесь, ну, тут нечего, в принципе, смотреть, вырежем, положат и все. Здесь вот так все дело выглядит. Задний ряд. Вот и все, вся работа. Итак, по времени у нас получается сейчас пол второго. Видите, на часах даже лайф-мини-бас. Начали мы в 11.45. Ну, вот, в 2 часа уложились. Ну, да, сейчас. Машина 2 часа. Вот все, в принципе, там сейчас 5 минут и готово. Итак, друзья, все, машина, получается, сделана. Ушло чуть меньше 2 часов. Вот рабочий стол. Значит, по цене сколько выходит по цене? Короче, выходит 3.400. Это у нас комплект ковриков и шильдики по 150 рублей. Ага. Вот, получается, на такую машину 3.700. А вот такие, там, опять же, седаны, там, Киарио. Обычные, но они подешевле, как бы. Они даже дешевле, да, выходит? Да, там, 2.700, 2.800. Ну, все от площади зависит, да. А вот минивены? О, это около 10 тысяч выходит. Около 10 тысяч. Ну, Альфарды, все вот это вот, Киа Карнивал, это все. Ну, потому что, да, уходит, если мы сюда потратили, ну, почти лист, то на Альфарды там уходит 2 листа, может быть, даже больше. То есть, вот так вот. Так, какие способы оплаты у тебя есть? О, вообще, любые, наличные, перевод через, ну, банковской карты, то есть, как бы, ну. И вот последний вопрос. Вот я вижу, у тебя вот эти вот коробки, ящики, здесь, вот здесь. Это ты тоже делаешь, продаешь по каким-то размерам или можно индивидуально сделать? Ну, ну, все, что заготовлено, просто, как показывает практика, самый идеальный размер, это, ну, длина 50 сантиметров, как бы, высота 30 и глубина 30. Туда, как бы, и не замерзайка влазит, то есть, она закрывается крышкой, и, ну, и 4 литра канистры масла, то есть, как бы, да. Ну, кто-то просит иногда, там, ну, чуть побольше, там, 55 сделать, там, кто-то поменьше, то есть, ну, это без проблем, как бы. А так вот, ну, 50, 30, 30, это самое. Сколько такой ящик стоит? Ну, он, короче, ну, 1499, ну, 1500, грубо говоря, да. А он там на липучках, да? Да, да. Ну, он, как бы, вот, на липучках, стенки на липучках, как бы. Ага, стенки вот здесь, вот по бокам, да, они все прям на липучках, да? Да, да. Ну, то есть, как бы, идеально для подарка. У нас перед Новым годом, перед 23 февраля, тут, как бы, очередь на них, потому что, ну, у них, что, полторы тысячи, и, как бы, подарок мужчине. Согласен. Ну, вот и все. Ну, что, друзья, вот еще раз вам покажу адрес, номер телефона. Вот Сергей, вот его место рабочее. Пожалуйста, приезжайте, он вам все сделает, как вам нравится. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok